Всем привет! С вами новостная вырезка. Спасибо, что остаетесь с нами. Вчера стало известно, что певец-шаман и Филипп Киркоров поборются за звание «Певец года». Имена финалистов Национальной музыкальной премии «Виктория-2024» объявили 11 декабря. Киркоров заявил, что не чувствует конкуренции с собой на российской эстраде. Также он подчеркнул, что иногда у него возникает желание помочь коллегам по цеху доползти до его уровня. «Когда я вижу такой большой отрыв, может, это выглядит нескромно, но мне хочется помочь доползти другим исполнителям до моего уровня, чтобы был момент ощущения конкуренции», — заявил Киркоров. Также он признался, что чувствует себя очень одиноким на сцене. Под публичным одиночеством он понимает невозможность соревноваться с кем-то в своем успехе. Артист добавил, что готов даже поддержать кого-то из других исполнителей, чтобы почувствовать конкуренцию на российской эстраде. Именно так высказался Киркоров, когда узнал, что именно с шаманом он будет бороться за звание «Певец года». Также 11 декабря состоялась пресс-конференция по случаю завершения голосования Российской национальной музыкальной премии «Виктория», в ходе которой Филип вспомнил свой долгий путь на российской эстраде. Он не думал в юности, что сможет так долго оставаться на вершине и получать любовь у зрителей. Киркоров рассказал, что он был свидетелем множества взлетов и падений молодых и талантливых исполнителей, многие из которых пропали со сцены очень быстро и внезапно. Фейковый король поп-музыки привел в пример шамана. По мнению Филиппа Педрозовича, Ярослав Дронов один из немногих, кто смог добиться славы и удержать ее. Киркоров вспомнил, что еще в 2010 году услышал пение юного Ярослава Дронова на одном из отборочных туров проектора «Фактор А». И тогда уже понял, что у парня огромный талант и успешное будущее. Тогда Филипп Педрозович решил, что должен подтолкнуть Ярослава смело идти к цели и не сдаваться. Несмотря на то, что его не хотели брать проект из-за внешности. Певец-шаман пробирался к всеобщему признанию долгие годы. И как заявил Киркоров, он искренне рад, что шаман наконец-то занял свое место на Звездном Олимпе и получил любовь огромного количества поклонников. Но все мы знаем, что весь российский шоу-бизнес завидит Ярослава Дронову. Он добирался на эту вершину сам своим трудом и талантом. И явно большая часть нашей страны на стороне шамана. Но попытка произнести подобную речь от фейкового короля, который трясет фейковой задницей, выглядит как примазывание себя к чужому таланту. Мол, смотрите, это я приложил все усилия, и он стал известным из-за меня. Однако все мы знаем, что это не так. И речь Филиппа Бедросовича не более чем короткий пшик. Пользователи сети считают, что Киркоров этим заявлением пытался доказать, что он не виноват в скандале на «Песне года». Однако все видели, как поп-исполнитель кривил свое лицо, изредка поглядывая на шамана. А также никто еще не забыл тот негативный пост от Киркорова в сторону шамана, который был связан с одним из нацистских пабликов, за который, кстати говоря, самопровозглашенный король поп-музыки до сих пор не извинился. Также Киркоров сообщил, что в свое время покровительницей Ярослава была сама Алла Пугачева. Все в те же времена участия певца в шоу «Фактор А». Но по иронии судьбы Алла Борисовна сменила любовь на ненависть и стала все чаще критиковать артиста. И снова тут как тут Филипп Бедросович. Якобы Киркоров указывал ей на его талант, однако Алла Борисовна была недовольна его внешностью. «Слышу, парень клево поет. Говорю, Алл, почему не берете? А она, вот там внешность. Он был темненький такой. Какая внешность, это вокальный ресурс? Прекрасная внешность. И заставил его пойти, чтобы его все-таки допустили до прослушивания. Его не только допустили, он дошел до финала. Это же здорово!» Сообщил Киркоров, будто бы вновь спуская всех собак на окружающих, в попытках создать себе образ благодетеля. Однако все это, к сожалению, не стыкуется с нынешними действиями певца. Поэтому сколько хорошим себя не называй, сколько корону на свою голову не надевай, королем ты, к сожалению, не станешь. Намного лучше быть искренним и скромным, как Ярослав, чем лживым, но ярким, как Филипп Бедросович. Такие вот новости на данный час, дорогие друзья. Ну а что об этом думаете вы? Пишите свое мнение в комментариях. А также не забывайте поставить лайк и подписаться на наш канал. Всего хорошего!